На протяжении сотен лет земля Пунт была одним из самых сильных торговых партнеров Египта и местом назначения многочисленных египетских экспедиций, откуда можно было импортировать благовония, такие как Мира и Ладан, а также эбеновое дерево, слоновую кость и много чего еще, включая также ценных для египтян обезьян. Путешественники могли добраться до Пунта, отправившись из Египта на юг, предполагая, что Пунт находился на южном побережье Красного моря. Тем не менее, его точное местонахождение все еще остается предметом споров. В работе, которая стала поводом напомнить о Древнем Египте, исследователи попытались определить географическое положение земли Пунт при помощи павианов из древнеегипетских гробниц. Благодаря сравнению вариаций соотношения изотопов стронция, а также кислорода, содержащихся в костях, волосах и зубах мумий-павианов, с таковыми у их родственников из других частей Африки. Стронций – это химический элемент, изотопный состав которого различается в зависимости от местоположения, и когда он входит в пищевую цепочку, он может помочь проследить историю жизни. В частности, стронций в зубах, которые рано перестают развиваться, может указывать на место рождения, а стронций в костях и волосах – на место обитания перед смертью. По кислороду тоже свои методики. Вместе эти анализы могут содержать ключ к археологическим загадкам, таким как местонахождение давно потерянного царства, почитаемого древними египтянами. Помимо загадки местоположения Пунта, авторы работы также хотели проверить способность египтян к дальним плаваниям, поскольку некоторые исследователи оспаривали эту возможность, полагая, что конструкция египетских кораблей не подходила для навигации по Красному морю. Священный павиан или гамадрил был частым мотивом в древнеегипетском искусстве и религии на протяжении более 3000 лет – от додинастических статуэток до более поздних погребальных традиций, включая настенные росписи, рельефы, амулеты и статуи. Часто гамадрил был воплощением Тота или Джихути – древнеегипетского бога мудрости, письма, луны, науки, магии, искусства и еще некоторых сфер. Тот изображался с головой ибиса или павиана. Это редкий пример обожествления нечеловеческих приматов, прообразом которого на протяжении тысячелетий был самец павиана в сидячем положении и передними конечностями на коленях, также часто увенчанный лунным диском или полумесяцем. Фигурки сидящих павианов распространились даже по Леванту и побережью Средиземного моря, вперед среднего бронзового века. Но биологический реализм уменьшался по мере удаления от Египта, а изображения получались больше символическими, нежели реалистическими. Однако в самом Египте древние художники и скульпторы довольно реалистично изображали павианов, и не только, как будто бы делая их с натуры. А некоторые экологи даже рассматривали художественные работы древнего Египта в контексте изменения экосистемы во времени. Однако обезьяны и тем более гамадрилы не водились в Египте по крайней мере последние 20 000 лет. При этом, если павианы анубисы были легко доступны через сухопутную торговлю, за гамадрилами надо было отправляться в более отдаленные регионы. Но египтяне достаточно ценили этих приматов, чтобы оправдать их доставку, разведение и мумификацию. Додинастические образцы Остатки скелетов 16 павианов анубисов присутствуют на одном из кладбищ Нехена или Иераконполя 3750-3550 годы до н.э. Захоронения содержат взрослых и молодых особей обоих полов, похороненных поодиночке и группами, а распространенность скелетных патологий указывает на физическое насилие в условиях неволи. Отсутствие анубиса в других местах древнего Египта этого периода совместно с присутствием останков двух слонов может быть объяснено сухопутной торговлей с животными, с народами, проживавшими южнее в современном Судане. А стало быть, эти павианы к землепунт отношения не имеют. Образцы Нового Царства Во времена Нового Царства гамадрилы были предметом многочисленных настенных росписей и рельефов, некоторые из которых изображают процесс их воза из отдаленных мест. Образцы этого периода представлены двумя мумифицированными павианами Фив и храма Хонсу, которые были приобретены британским музеем в 1837 году из поместья Генри Солта, путешественника египтолога и британского консула в Египте с 1816 по 1827 год. Сидячее положение и загнутый вправо хвост одного из образцов напоминает состояние пяти мумифицированных гамадрилов, найденных в долине царей в 1906 году. Помимо этого, гробницы с гамадрилами ассоциируются с фараонами 18-й династии, такими как Аменхотеп II около 1428-1397 г. до н.э. или Харем Хеп 1319-1292 г. до н.э. Авторы работы приводят эти и последующие аргументы в качестве доказательства датировки образцов периодом Нового Царства, таким образом проверяя достоверность их описания. Еще одним свидетельством датировки служат удаленные при жизни клыки гамадрилов. Извлечение клыков было разумной мерой предосторожности, ведь взрослый гамадрил может прокусить бедро человека до кости, и такие прецеденты случались. Десятки картин Нового Царства изображают гамадрилов среди людей, но отдельные мумифицированные особи интерпретируются как придворные животные из-за высокого качества мумификации и тесной связи с королевскими гробницами. Извлечение клыков также очевидно у образцов гамадрилов и анубисов из трех царских гробниц в долине царей Эфивах. Анализ мумий гамадрилов эпохи Нового Царства показал, что они родились за пределами Египта, после чего были импортированы в Египет, где один из них прожил последние 5-10 лет своей жизни, а второй был мумифицирован в считанные месяцы после прибытия. Совместный анализ маркеров места обитания до Египта указал на большую часть современной Эфиопии, Эритреи и Джибути, а также части Сомали и Йемена. Образцы позднего периода и эпохи Птолемеев В результате раскопок в 1968 году в некрополе священных животных в Северной Саккаре была обнаружена катакомба, содержащая останки 143 павианов анубисов, 2 гривет и 21 могота. Надписи указывают на использование её с 404 по 40 год до н.э. Выборка анубисов включает разные возрастные группы, а демографическая модель соответствует разведению в неволе. При этом соотношение самцов и самок 2 к 1 указывает на предпочтение к самцам в содержании. Отличительной особенностью участка является сохранение шести некрологов, написанных дематическим письмом. В одном из них сказано, что павиан по имени Харнуфи был импортирован в Египет на шестом году Птолемея V эпифана, 200 или 199 год до н.э. и похоронен 6 сентября 168 года до н.э. Минимальный период содержания в неволе 31 год. В других историях павианы были доставлены из Александрии или из хромового комплекса в Мемфисе, где они родились, жили и были мумифицированы. При этом у 82% павианов были черепнозубные аномалии и аномалии развития, связанные с дефицитом витамина D и длительным пребыванием в помещении без достаточного количества солнечного света. Мумифицированные павианы, преимущественно анубисы, также известны из подземных галерей Туна-Эль-Гебель, датируемых периодом правления Птолемеев I и II, 303-246 год до н.э. Исходный набор данных содержал 34 самца и 28 самок анубисов, что намекает на разведение в неволе, но среди них не было животных младше двух лет. Тяжелые деформации костей и хронические дегенеративные патологии у 38 особей предполагают длительное пребывание в неволе в ужасных условиях. Такое обращение с павианами и анубисами резко контрастирует с почитанием гамадрилов, о чем свидетельствуют массивные статуи в храме Гермополиса в 6 км к востоку от Туна-Эль-Гебель. При этом причины мумификации анубисов в противовес иконографии гамадрилов не ясны, ведь и те, и другие были на службе у Тотта, но эта разница в обращении была широко распространена в тот период. Результаты анализов павианов анубисов этого периода указывают на единообразный рацион питания, который был практически идентичен рациону египтян, живущих в долине Нила, а стало быть они родились и выросли в Египте. Это подтверждает письменные и остеопатологические доказательства длительного содержания павианов в неволе и намекает на планомерное их разведение в Мемфисе того периода. К сожалению, анализы образцов позднего периода и эпохи Птолемеев не приближают к разгадке местоположения Земли Пунт. Анализ двухобразцов Нового Царства оказался более показательным. Географическое положение Земли Пунт И хотя сенсации не случилось, сильной стороной исследования является то, что оно помещает образец эсфив эпохи Нового Царства в места естественного распространения гамадрилов, а это свидетельствует о поразительных масштабах египетского мореплавания во втором тысячелетии до н.э. и подтверждает сообщение о торговле на дальние расстояния с Пунтом, топонимом длительного интереса и споров. Пунт занимал регион к югу и востоку от Египта и был доступен по суше или морю. Для египтян земля Пунт была источником диковинок, особенно ароматических смол, которые стимулировали двухстороннюю торговлю на протяжении 13 веков, примерно с 2500 по 1170 годы до н.э. Таким образом, глобальное историческое значение Пунта весьма велико. Но есть проблема. Пунт еще не был точно определён ни на одной карте, и никакие археологические останки никогда не были идентифицированы как пунтийцы, даже предварительно. Если не считать Пунтленд – автономный район в восточной части Сомали, названный в честь земли Пунт. Помимо Африки существуют доводы и в пользу Аравийского полуострова, где Пунт представляет восточное побережье Красного моря на территории современного Йемена. Приматы уместны в этой дискуссии, потому как Пунт был главным их источником. Церемониальная дорога пирамиды Сахура около 2480 года до н.э. изображает самую раннюю известную экспедицию к Пунту, и обезьяны входят в число импортируемых товаров. А древнеегипетская литература дает еще один пример. В сказке эпохи Среднего царства о потерпевшем кораблекрушении, папирус, который в 1880-1881 годах обнаружил египтолог Владимир Семенович Голенищев, повествуется о фантастическом острове в Красном море, где после кораблекрушения спасается египетский моряк. Там он встречает хозяина острова в виде змея, который по богатствам сравнивает остров с Пунтом. Когда моряка спасаются отечественники, змей преподносит ему богатые дары, в том числе и обезьян. Благодаря экспедициям в Пунт эпохи Нового царства в Египет были импортированы живые гамадрилы, изображенные на рельефах комплекса Дейр-эль-Бахри и гробницах высокопоставленных чиновников, датируемых от Тутмоса III до Менхотепа III. Таким образом, если датировка павианов из Фив и храма Хонсу новым царством верна, и они относятся к эпохе путешествий в Пунт, то результаты подтверждают свидетельства, которые помещают Пунт на полуостров Сомали с неофициальным названием «Африканский рог» и более обширный регион, охватывающий восточное и западное побережья южной части Красного моря. Эта вероятность также подтверждается египетскими текстами, в которых упоминаются священные павианы из другого региона Красного моря, называемого Веттенет. Загадочный топоним, часто упоминаемый как место рождения и восхода солнца, очевидно в окрестностях Пунта. Казалось бы, правдоподобным или даже вероятным, что египтяне различали африканскую и аравийскую популяцию гамадрилов. Но решение этого вопроса является приоритетом для будущих исследований. Греко-римская торговля павианами Хотя попытка определить родину пяти птолемеевских павианов не принесла плодов, тысячи дополнительных экземпляров хранятся в подземных галереях Северной Саккары и Туна-Эль-Гебель. Вероятно, что многие из этих животных были выведены в неволе, но столь же вероятно и то, что некоторые из них были импортированы через Красное море, что открывает возможность использования изотопного анализа Стронция для установления преемственности между пунтом и становлением Аксума в качестве основного поставщика африканских товаров уже в Римский Египет. Агаторхит из Книда около 145 года до н.э. описывал доставку обезьян из Эфиопии и Эритреи в Александрию, вероятно, мартышек гусаров и гелат. Плиний-старший в своей естественной истории называл портисточник Адулис, недалеко от современного города Массава Эритрея, в то время как египетский порт Береника был перевалочным пунктом павианов, а также центральным узлом морской торговли специями, соединяющим Восточную и Южную Азию с Египтом и Средиземноморьем. Античный порт Береника находился примерно в 325 км к югу от Мерсагавасис, который во времена правления Синусерта I, имени Мхета IV из XII династии, по-видимому, служил перевалочным пунктом для экспедиций в пункт. Он имеет богатые археологические находки, в том числе керамику из Эритреи и Йемена, а также ботанические остатки с прибрежных равнин и ближайших внутренних районов Эритреи. Таким образом, возникает соблазн предположить, что греко-римские перевозки павианов между Адулисом и Береникой просто продолжались вслед за египетскими мореплавателями, курсировавшими между пунктом и Мерсагавасис за 2000 лет до этого периода. Но не всё так просто. А в заключении можно сказать, что хотя точно определить местоположение легендарной земли пункт не удалось, гамадрилы в этом вопросе продемонстрировали значительный потенциал для будущих исследований. Потому как очевидно, что древние египтяне почитали этих животных и преодолевали большие расстояния, чтобы приобрести гамадрилов, тем самым способствуя росту торговли на Красном море во втором тысячелетии до н.э. А определённый ареал образцов Нового царства, охватывающий большую часть современной Эфиопии, Эритреи и Джибути, а также части Сомалии и Йемена, подтверждает способность египтян к дальним плаваниям по Красному морю. И хотя в результатах работы нет сенсации, она всё же демонстрирует, как много нового и интересного нам ещё только предстоит узнать. А я благодарю зрителей за интерес к науке. Хорошего вам настроения и до новых выпусков!